добрый вечер здравствуйте уважаемые подписчики и здравствуйте гости канала новый рассказ под названием случай с мишей бессоновым михаил николаевич бессонов работник альфа-банка всю жизнь занимался проведением банковских операций с физиками или как еще их называют физлица в его видении находились такие операции как оплата налогов штрафах штрафов всяких там услуг жкх и прочих нудных и скучных дел сидел он в третьем окне посредине зала и в общем неплохо справлялся со своими обязанностями в жизни у него все было прекрасно если данный термин вообще уместен наше совсем не оптимистичное время миша так его звали за глаза все сотрудники банка имел основной доход в 50 тысяч рублей что давало ему считать себя человеком обеспеченным однако после 2015 года его денег стало хватать лишь на самое необходимое на покупку резины для авто замену коробкой передач на тойоте королки и на плату алиментов бывшей жене с которой остался он три года назад из-за вечных скандалов которые вызваны были истерическим характером маши так ее звали она начинала вносить мозг буквально по любому поводу как-то распитие пива после работы покупка новые вонючки в машину или случайная задержка на корпоративе под новый год вы же сами понимаете что такое корпоратив сидеть целый вечер за столом с кучей спиртного и дешевыми закусками и не напиться как это вообще возможно ну и когда вот вы дошли уже до кондиции и на глаза вам случайно попались коленки святки доброхотовой кассиршей соседнего офиса и вот вы да именно вы упустите такой шанс не смешите меня или может у вас импотенция давно и вам пора к урологу сходить таким образом миша бессонов дожил до 37 лет и ничто не предвещало события что случилось с ним однажды как-то раз он ехал по городу и попал в один из старых кварталов внезапно он понял что ему приспичило сходить по маленькому а вблизи как прочим и вдали никаких таких мест не обнаруживалось в стране где вечно заняты великими делами какими-то супер проектами никому нет дела до туалетов ну просто руки не доходят а возьмите какую-нибудь голландию захудалу или там как их еще называют нидерланды их вроде на карте то не видно жалкая помарка зато там туалеты на каждом углу и они обеспечивают картофелем полмира как им это все удается может инопланетяне помогают в общем одним словом миша выскочил из машины у какого-то заброшенного дома давно почерневшего от времени в котором наверно лет сто назад жил какой-нибудь купец первой гильдии самохвалов с красной рожей от постоянных возлияний и употребление натуральной вкусной еды сейчас дом был заброшен ничего в нем не осталось кроме пыли мышей и пауков которые оплели все углы своей серой паутиной и всякий кто заходил сюда чертыхался меру своих сил бессонов забрался в самый темный угол исправил нужду почувствовав себя гораздо лучше и ощутив прилив хорошего настроения он совсем уже собрался ехать домой но тут внезапно взгляд его упал на какую-то дверь которая вела в соседнюю комнату странное чувство охватило его и повинуясь внезапному импульсу он толкнул дверь и увидел глаза ему ударил яркий свет и миша невольно зажмурился прикрыть ладонью лицо он увидел летний лук зеленой травой что шла волнами от порывов ветра и две фигурки людей которые быстро двигались на фоне яркого ослепительного солнца мальчик лет десяти и девочка старинных одеждах шортиках и сандалиях которые носили лет тридцать назад они бежали друг за другом и можно было расслышать их голоса танька смотри я взлетаю я лечу лечу и прочий детский вздор девочка тоже что-то покричала в ответ налетел ветер и обрывки слов растворились в воздухе так и не долетев до уха миши но не это поразило его вглядевшись мальчишку он вдруг обнаружил что тот похож на него самого только 27 лет назад округлая мордочка крупный крупный нос веснушки на всем лице карие глаза это был он сам и здесь он вспомнил еще и девочку подругу из далекого детства что жила через два дома бабушки из которого они запускали бумажного змея прятались на чердаке воображая себя первопроходцами открывшими этот чердак и рассказывали страшные истории танка быстрого что давно пропала бесследно где-то 2001 году кажется уехал в германию на пмж ну вот же она бежит по лугу и он сам мчится за ней на вождение какое-то вдруг мальчишка остановился и увидел бессонова вы кто дяденька я не волнусь я так случайно зашел странная у вас какая-то одежда чего странного я просто вчера приехал из франции там такое теперь носит а что это у вас в руке коробочка какая-то тут миша спрятал в карман мобильник и сказал да это так ничего особенного он быстро развернулся и воскликнул ну все миша мне пора а вы откуда меня знаете прокричал мальчишка да я твоего отца друг ответил бессонов и быстро вышел вон машина стоял на том самом месте где он ее оставил перед старым домом все также светило солнце уже закатываясь за край горизонта летний вечер приближался к финалу все было как обычно но в голове у мише начался настоящий сумбур детство золотая пора и вот она только что была рядом протяни руку он вспомнил каким беззаботным был в то время смеялся по всякому поводу но прошло уже 20 лет и мало какой юморист мог вызвать у него хоть тень улыбки мишу засосала вечное наше бытие то у тебя проблемы на работе с начальством которые как говорят теперь дрюкает сотрудников тот ты разошелся с женой и полгода находишься странном состоянии как будто бы у тебя оторвали пол жизни или ты сидишь дома один двухкомнатной квартире и спиной ощущаешь как одиночество дышит тебе затылок то ты уже знаешь что привод в дом женщины одиночество совсем не устранить она только спрячется в углу потом через некоторое время и снова выскочит и будет ныть и стонать на разные воды одиночество всегда и везде даже в компании на корпоративе эх где-то теперь танка жива она вообще или нет ли думал бессонов всю дорогу пока ехал домой и возникло у него чувство пустоты безвозвратной потери бывает такое в жизни бывает не ждешь и вдруг вот такая история спасибо всем пока а а